Добрый день, это Владимир Карагяур и сегодня специально для спильной ТВ Марина Вайсбандт, один из основных спикеров, один из основных публичных деятелей партии пиратов в Германии. Марин, вот вы прилетели в Киев, для чего? Я прилетела в Киев, чтобы посмотреть на ситуацию здесь на месте, я уже долго наблюдаю за событиями на Майдане, по стримам, по передачам, твиттеру, но мне, конечно, жалко сидеть в Германии и смотреть пассивно на то, что здесь происходит. Хорошо, тогда вот перейдем к такому более теоретическим возможным вопросам для вас, а возможно, наоборот, практическим. Вот как вы думаете, вот здесь, посмотрев на Майдан, как работает горизонтальная структура во время революции и работает ли она вообще? Я здесь горизонтальной структуры не вижу, я вижу много групп разных, у которых есть свои вертикальные структуры, но они между собой почти не разговаривают, а что главное, у них нет структурированной дебаты. То есть они могут разговаривать, кто-то на сцене может говорить «Вы за?», а они все «Да!», но нет нормальных голосований внутри всех людей Майдана, нет дискуссий, которые в какой-то структуре происходят, которые официальные. И получается, за Майдан, в общем-то, говорить никто не может с полной легитимацией. То есть как таковая структура не работает горизонтально, если брать в общем Майдан. Возможно, Вы видели какие-то группы на Майдане, где внутри которых работает эта горизонтальная структура? Я глубоко во все группы не вникала. Я достаточно уверена, что наверняка есть группы, у которых работает горизонтальная структура. Но мне кажется, что очень важно, что люди, которые даже приезжают на Майдан совершенно отдельно, какая-то бабушка откуда-то приехала, встала туда и стоит, но стоять не хватает. Это важная энергия, чтобы начать. Но из этой энергии теперь надо целенаправленно что-то делать. Эту бабушку, которая не присутствует ни в одной сотне, нигде, ни в какие структуры не завязаны, ее тоже надо привязать. Поэтому я считаю, что нужна система, которая включает всех, кто просто хочет в этом участвовать. Хорошо, тогда вот такой вот вопрос про Германию. А с кем партия пиратов блокируется в Германии? Партия пиратов в Германии ни с кем не блокируется. Мы не в одном правительстве, мы в четырех земельных парламентах. Мы не в парламенте на федеральном уровне, в Бундестаг мы не пришли. Но мы себя видим где-то в лево-либеральном углу, что, конечно, в Германии эти понятия другие, чем здесь. Но мы работаем часто с зелеными, например, вместе, с социальными демократами иногда. Хорошо. А вот есть в Германии антисистемная сила? И считаете ли вы себя такой? И кто еще, возможно, из Германии? Пиратская партия себя считает реформатором системы. Пиратская партия себя считает реформатором системы. Мы не антисистемные, в смысле антинемецких сил, которые вполне есть. Но мы считаем, что демократическая система Германии нуждается в модернизации. Что у нас есть новые возможности за счет интернета ввязать больше базис, ввязать больше простых людей в политику. Не обязательно, чтобы они 24 часа в день занимались только решением всех вопросов. Но чтобы они могли участвовать и флексивально сдавать свой голос, а не только каждые 4 года, а потом слушателям смотреть, что с этой властью, с этим голосом делается. Ну да. Хорошо. А вот как вы, как ваша партия видит сейчас состояние дел в Украине? Наша партия поддерживает Майдан. И, конечно, коррупция украинская, она просто полностью очевидна везде. Но немецкие СМИ немножечко искажают ситуацию. В Германии это выглядит, как будто Кличко сам лично чуть ли не кулаками борется с президентом. И то, что вот стоит не оппозиция против правительства, а стоят вот люди, чуть ли не против политики. Ну или хотя бы правительства. Но, в самом деле, что это конфликт уже давно не между партиями. Для меня это совсем-совсем важно, что в первый раз в Украине люди заметили, что за ними стоит силу. Что им, может быть, даже не нужен дядя, который за них будет говорить. Только вот если бы дать этому еще структуру, в которой они бы могли договариваться на конкретные требования, они бы нашли себя вдруг в очень могучей ситуации. Хорошо. То есть, можете определить именно, какие возможны версты населения? Какая часть населения является основной движущей силой вот здесь? Я не могу определить, какая часть населения является движущей силой. Я считаю, что у этих протестов есть очень-очень-очень широкая база, которая просто протягивается через все общество. И я думаю, этой базой надо пользоваться. Не вставляя фокус здесь или здесь, а всех ввязать. И студентов, и бабушек, и бизнесменов, и вот всех, кто хочет жить в стране, в которой он может вкладывать в свою фирму деньги и знать, что деньги не заберут. Который может вызвать полицию и знать, что полиция не ограбит дополнительное. Просто вот иметь какую-то безопасность. А для этого надо построить систему так, чтобы у людей не было возможности менять свои собственные права. Ну хорошо, тогда вот так вот. С вашей точки зрения, все равно, кто является основным таким движущим частью общества, движущей группой людей, не только в Украине, а вообще в мире, движущей силой перемен? Обычно движущая сила перемен – это молодые люди. Это люди, которые еще не вписались в систему, еще не нашли своего места и своей роли, которую они потом выполняют. А это люди, которые еще не просто видят мир, как он есть, а еще и видят мир, как он может быть. И я здесь, на Украине, правда, почему-то вот именно молодых людей относительно мало слышу и вижу. То есть я понимаю, я сейчас в Киеве на неделе, я на Майдане на неделе, и, конечно, они все учатся и так дальше. Но я считаю, что самый большой шанс – это молодые люди, которые связаны с другими движениями в той же Турции, в той же Европе, которые понимают, что как может быть, как может выглядеть общество, в котором есть социальная какая-то безопасность, обеспечение, права для людей. Если эти люди начнут строить новую систему, эта система будет иметь будущее. Если сейчас будут выступать только вот люди постарше, их могут разогнать, а молодые люди будут продолжать систему такой, как она есть. Ну, первыми, кто большой группой людей вышел на Майдан, были именно студенты 22 ноября. Возможно, в чем причина того, что они ушли с Майдана? Их было очень много. Я сам лично был на Майдане, и студентов было много. Было намного больше молодежи. В чем может быть причина, что они оттуда ушли? Я не исключаю, что на Майдане поменялась структура. Я много слышала о том, что вначале Майдан весь был организован горизонтально, что там было чувство «мы теперь сами делаем». А потом пришли люди, которые это все так взяли под себя, организовывали, переняли ответственность. И как только люди переняли ответственность одни, все остальные сказали, «О, тогда как хорошо, теперь нам больше не надо это самим делать». И вот появились опять вертикальные структуры, опять появились начальники, появились приказы. Я вчера разговаривала о самообороне, что там просто выполняли приказ. Я считаю, что это опасный элемент, потому что та основная энергия, особенно которая питает молодежь, это энергия быть самим ответственным за свою среду. Хорошо, вот на Майдане есть очень много активистов, сторонников авторитарных партий. Как это сказывается на Майдане? Как это влияет на сам Майдан и не вредит ли это ему? Я считаю, что авторитарные структуры вредят Майдану напрямую, потому что для меня главное в Майдане и то, что останется, это самопонимание людей как граждане. Не просто пассивные какие-то существа, над которыми правят, а страна состоит из людей, без людей из этой страны ничего не станет. Вот эту власть, которую они имеют, они начали понимать. Авторитарные группы это всё опять убивают, задавливают и опять строят структуры, и опять дядя, приди и сделай за нас. А это то, что притягивает людей к авторитарным структурам. Я это вижу очень проблематично, и я считаю, что пока не будет каталога с конкретными требованиями, как мы хотим, чтобы Украина выглядела после всего этого, их и не удастся прогнать. Потому что если в этот каталог записать, мы хотим либеральную систему, мы хотим больше прав для граждан, мы хотим больше веса, мы хотим меньше авторитарных систем. Эти группы не смогут это поддерживать, им придётся как-то отколоться от этого. Как возможно Майдану или вообще протестному антисистемному движению избавиться от этих авторитарных движений? Проблема, что когда люди просто собираются против чего-то, собираются всякие. И нельзя вытеснить отдельные элементы, которые не нравятся. А вытеснять их можно только, когда группы образуются за что-то. То есть не против чего-то, не против правительства, а за какое-то представление общества. Если авторитарным группам не удастся это представление на Майдане пробить так, чтобы им это нравилось, им придётся уйти. Потому что им там нечего будет делать. Они не будут стоять за идеей, которую они находят неправильно. И я понимаю, что с одной стороны это проблематично, потому что, во-первых, цифры меньше, а во-вторых, конечно, какая-то боевая сила тоже уходит. И какая-то защита уходит. Но я считаю, что важно отграничиться очень рано от людей, которые преследуют идеи, которые нам не нравятся, и с которыми мы не будем хотеть жить. Потому что вот то же самое случилось в Египете. Все вышли против правительства. Всё было хорошо. Большинство либеральных, молодых египетцев вышло на улицу. Они свергли правительство. А потом избрали правительство, которое мы ещё не знаем, лучше или хуже. Хорошо. Какой, возможно, выход сейчас Майдану? Потому что понимаем, что в стране сейчас ступорная ситуация. Просто одни не идут на уступки, другие не соглашаются тоже. Заложниками этого сейчас оказались около 250 и только в Киеве. И, возможно, по всей Украине больше людей, которые задержаны за атаки против местных администраций. Может быть, вы со стороны, с другой стороны мира, хотя я понимаю, наше будущее рождённое здесь, видите какую-то ситуацию? Как можно выйти из неё? Я считаю, единственным образом это сделать вот именно сильное гражданское общество. И его создать именно на Майдане сначала. С ним сформулировать каталог требований официальных от голоса людей, от всех. Чего мы хотим и как эта страна должна выглядеть. Причём не только мы хотим новых выборов, а потом уже после выборов те новые всё сделают хорошо. А что те новые должны тут делать делать? Какие законы надо менять? Какие отменять? Какие социальные структуры менять? С этим каталогом, в том числе, то есть, во-первых, бороться, занимать администрацией дальше, стоять на улице дальше, свергать это правительство. С другой стороны, обратиться в Европу. И, я думаю, там тоже, во-первых, у Европы есть вот счета того же правительства здесь, которые они могут перекрыть. Есть даже вроде база законная, по которой они это могут сделать. Без того, чтобы сами научить эти законы. это как минимум. Может быть, есть другие варианты, как ещё иностранные силы могут помочь. Но самое главное, это что люди здесь сами для начала сформулировали вид страны, какая она должна быть при новом правительстве. Иначе новое правительство будет опять делать, что будет. Вы вчера говорили на своей лекции о том, что есть идея, как ввести на Майдане инструменты Liquid Democracy, про которые вы рассказывали. Вот вы из Украины. Взялись ли вы бы сейчас бросить в Германию и приехать сюда на Майдан, попробовать это реализовать? это сделать на таком вот, я думаю, для вас вы эти инструменты ввели где-то в Германии, ими пользуетесь, на таком, возможно, сырой почве, готовой ко всему, по сути, в сырой массе. Готовы ли вы к такому? Мне понятно, что этот проект в Украине гораздо тяжелее, чем в Германии. И действительно, у меня была такая мысль, просто вот не вернуться в Германию, остаться здесь и здесь строить Liquid Democracy на Майдане. Была такая мысль. Но потом я подумала, что в этом даже есть что-то неправильное, потому что это опять кто-то снаружи должен приходить и делать. На самом деле, здесь есть на месте мальчики и девочки, которые с этой системой разбираются. я полностью уверена, я полностью уверена, что вы можете обо всем договориться между собой. Я полностью уверена, что эта сила должна вырасти из самого Майдана. Ее не должны пихать снаружи. Я могу помогать, я могу советовать, потому что у меня какой-то опыт уже есть с практической системой, но мне кажется неправильным приезжать и как-то... Вот я вам теперь покажу, как жить. Я считаю, что у вас очень много полотливых молодых людей. Вам надо за это взяться, серьезно. Хорошо. Спасибо Марине Вайсбан специально для Спильной ТВ. До свидания.